Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как создать страничку на социальной сети Facebook. Как вы знаете, что социальных сетей в интернете много. И именно общение в социальных сетях поможет вам раскрутить бренд вашего бизнеса. Если несколько лет назад существовало правило, что у каждого бизнеса должен быть сайт в интернет, то сегодня это утверждение перекочевало форму «У каждого бизнеса должна быть своя страница на Facebook». И это неудивительно, так как количество пользователей в этой социальной сети на сегодняшний день уже превышает 500 миллионов человек. Facebook – самая популярная международная социальная сеть, имеющая русскоязычную версию. В данной социальной сети общаются люди многих стран мира, которые не имеют своих социальных сетей. И это очень важно для развития вашего бизнеса. Социальная сеть Facebook – это веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. Прямая реклама своего товара, услуг или бизнеса на Facebook запрещена. И это может вовлечь за собой дезактивацию аккаунта. Но всем нам хочется рассказать о своем товаре, бизнесе или услуге как можно большему количеству людей. И здесь нам на помощь приходят страницы или группы. Почему я рекомендую использовать страницы, а не группы? Дело в том, что страницы индексируются поисковыми машинами и доступны даже без входа на Facebook. То есть, если вы создадите страницу по вашей ключевой теме и, конечно, разместите ссылку на ваш сайт, блог или видеоролик, тогда дает вам возможность получить дополнительный поток посетителей на ваши ресурсы. Ну а как создать страницу, как ее прорекламировать и настроить, сейчас я вам и расскажу. Ну что ж, друзья, давайте создадим нашу страничку. Для того, чтобы создать страничку, необходимо зарегистрироваться на Facebook, то есть создать свой профиль. Набираем в поисковой строке facebook.com и попадаем на страницу регистрации. Заполняем имя и фамилию, ваш электронный адрес почты, пароль, пол, дату рождения и нажимаем на регистрацию. Вас попросят ввести проверочный код, подтверждающий, что вы человек, а не робот. Далее нажимаем опять на регистрацию. И проходим три шага, обязательных три шага регистрации. Первый и второй шаг можно пропустить, а на третьем шаге необходимо загрузить свое фото. Загружаем свое фото со своего компьютера, нажав на кнопочку сохранить и продолжить, вы попадаете на свой профиль. Так как у меня уже давно создан профиль на Facebook, соответственно, вы видите уже наполненные информацией страницу моего профиля. А вам необходимо заполнить все разделы вашего профиля. Итак, профиль готов. Просто создать профиль на Facebook еще недостаточно для того, чтобы привлекать посетителей на свой ресурс. Для эффективного увеличения посещаемости с этой социальной сети нужно создать страницу на Facebook. Чем же страницы отличаются от личных профилей? Профили представляют отдельных людей и связаны с личными именами. А страницы позволяют организациям, компаниям, известным личностям представлять себя на Facebook с профессиональной стороны. Страницы Facebook можно создавать только для представления реально существующих компаний, официальным представителем которых вы являетесь. Страницы не являются отдельными аккаунтами Facebook и не имеют такие же данные для входа, как и у вашего профиля. Они являются только иными формами существования на сайте Facebook. Профиль не дает возможности рекламировать свой бизнес. Здесь вы можете приглашать друзей, общаться с ними, комментировать посты, писать на стене свои сообщения. А раскрыть суть своего бизнеса, рекламировать свою компанию, в которой вы работаете, вы должны на своей странице. Итак, переходим к созданию страницы. Для создания страницы переходим в самый конец вашей страницы профиля и нажимаем на слова «Создать страницу». Выходит шесть видов создания страницы. Это местный бизнес разного назначения, компания или организация, музыкальная группа, развлечение, игровая. Но нас интересует бренд или продукт, или сообщество, которое мы представляем. Я выбрала сообщество, так как представляю Международную школу «Успех в интернет-просто». И на этом примере я покажу вам весь путь регистрации страницы. Нажимаем на этот раздел, выбираем категорию, в нашем случае «Веб-сайт». Пишем название нашего веб-сайта, допустим, в нашем случае это Международная школа «Успех в интернет-просто». Принимаем здесь условия и нажимаем «Начать работу». Вам предложат пройти три шага заполнения профиля вашей странички. Вы их можете заполнить пошагово или можете пропустить, нажимая кнопку «Пропустить и продолжить». Я пропускаю, перехожу к страничке. Вот так вот выглядит макет нашей странички. Приступаем к заполнению данных профиля нашей страницы. Первое, что мы делаем, это загружаем фотографию или картинку со своего компьютера. Я загрузила логотип школы. И теперь наша страничка имеет название и логотип. Дальше мы приступаем к редактированию нашей странички. В правом верхнем углу нажимаем на слово «Редактировать». И первое, что мы увидим на нашей страничке, это меню настроек нашей страницы. Внимательно почитайте все меню, переходите ко всем пунктам меню и внимательно заполняйте свои данные, заполняйте свою страничку. Не забываем сохранять изменения. Теперь давайте посмотрим на нашу страничку после редактирования. Есть два способа перехода на страничку. Первый, нажимаем в верхнем правом углу «Посмотреть страницу». И второй способ, это щелкаем в правом верхнем углу на слово «Аккаунт» и в выпадающем меню нажимаем «Использовать в режиме страницы». В открывшемся окне нажимаем на слово «Сменить». После этого открывается наша страница. Подтверждаем тип нашей страницы. В данном случае, так как я представляю школу «Успех в интернет просто», я выбираю «Компания или организация» в первом окошке и во втором окошке «Образование». Нажимаем «Подтвердить тип». Ну а теперь приступаем к наполнению своей страницы контектом и приглашением на свою страницу друзей. Как наполнить свою страницу контектом? Копируем на мышку ссылку на свое сообщение в блоке или сайта, одностраничника и вставляем ее в строку на своей стене, о чем вы думаете. Нажимаем «Поделиться» и наше сообщение моментально отражается на вашей странице. Нажимаем «Опубликовать». Вводим проверочный код и наше сообщение готово. Нажимая на «Статус», вы также можете публиковать свои заметки в виде текста. Если раньше было ограничение в размере сообщения не более 500 знаков, то с 1 октября ограничения сняты. А также вы можете добавлять видео, фото, картинки. И так мы наполнили информацией нашу страничку. Теперь можно приглашать друзей. Для этого нажимаем на слова «Пригласить друзей». Открывается выпадающее окно с вашими друзьями, с которыми вы подружились в вашем профиле. Выбираете друзей, которых вы хотите пригласить на свою страничку, отмечая их зеленой птичкой и нажимаем «Отправить». Программа приглашения друзей так устроена, что вы только один раз можете пригласить своего друга на свою страничку. В следующий раз фото будет неактивно. Следует отметить то, что страничек у вас может быть много. Вы также их можете регистрировать и также легко их можно удалять. Каковы же главные задачи нашей странички? Это, конечно же, собирать как можно больше фанатов нашей страницы, которые в свою очередь будут делиться вашей информацией со своими знакомыми и друзьями и приглашать их на вашу страницу, тем самым раскручивая ваш бренд. И, конечно, это возможно только в том случае, если у вас будет качественное наполнение страницы. Помните, что список ваших друзей и последователей – это ваш золотой архив. И ваша задача – ежедневно работать над увеличением и качеством этого списка. А качество вашего контента помогает добиться того, чтобы посетитель добавил в вас свой список друзей, стал последователем, фанатом на вашей страничке, делился вашим контентом со своими друзьями, приглашал своих друзей на вашу страничку, рекомендовал им вашу страничку, лайкал вашу публикацию. Чтобы за вами пошли люди, станьте лидером и ведите себя соответственно. Делитесь исключительно интересным и полезным контентом. Не навязывайте им приглашения на те приложения, игры, соцопросы, которые не связаны с интересами вашей целевой аудитории. Делайте это только в том случае, если это поможет вашим друзьям для развития их бизнеса. Развлечения каждый выбирает сам. Помните, Facebook – это одна из удачных социальных сетей для ведения бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова